Всем доброго утра! Сегодня я решил приготовить булочки Синнабон. Вообще печь это не моя стихия, но я рискну и приготовлю. Хочу сразу предупредить всезнаек, типа какая-нибудь Настасья Ивановна или Петровна, которая мне обязательно напишет в комментариях когда-нибудь, что нужно взять другую муку, что масла нужно добавить в конце вымешивания, а не в начале. Знаете, что я вам скажу? Идите вы нахер! Посмотрите вашего президента Владимира Владимировича, который при разговоре с фрау Меркель сказал, не важно как жених овладеет невестой в первую брачную ночь, главное чтобы результат был. А результат я вам гарантирую, он будет. Поехали! А собственно, что я их решил спечь? Да просто супруга на работе и кухня свободная. Первым делом, я вместо сливочного сыра, так как в Германии все сыры в основном соленые, кроме маскарпоне, а маскарпоне я не хочу, поэтому для этого мне понадобится 200 грамм 30% сметаны, для жителей Германии это крен фреш 30%. Тарелка, сито, сито, бумажную салфетку и отправляю крен фреш в бумажную салфетку, так сказать, подвешиваю его, чтобы избавиться от лишней влаги часов на пять. Обязательно накрою пленкой, так как молочные продукты имеют свойство впитывать в себя все запахи холодильника. Вот так это выглядит, все, отправляю в холодильник. Да, можно отправить на ночь, а утром начать сразу печь. Для рецепта, точнее для теста, мне понадобится 610 грамм муки тип 405. Муку я просеиваю и одну небольшую часть муки я сразу убираю в сторону, которая мне понадобится при вымешивании теста. В муку добавляю 7 грамм дрожжей сухих, вот таких вот, и перемешиваю их с мукой. Далее, поговоряв в носу, я тщательно помыл руки чистенькие. 250 миллилитров молока я разогрел в микроволновой печи, оно у меня теплое. Добавляю 100 грамм сахара, пол чайной ложечки соли, вбиваю 2 куриных яйца и добавляю 75 грамм сливочного масла, которое я растопил в микроволновой печи. Я к чему это веду? Если бы я тесто делал не дрожжевое, я бы само собой добавил бы масло в конце, именно при замесе теста. А так, в данном случае дрожжи будут играть, работать, это не будет иметь значения, добавлю ли я масло в начале или в конце. Но это для тех, кто начнет умничать. И все тщательно перемешиваем. Соль, сахар растворились. Так, делаем небольшую ямку и вливаем сюда сразу нашу молочную массу и тщательно перемешиваем. Помните о том, что молоко у вас должно быть не горячим, иначе вы сварите свои дрожжи, они не будут работать. Оно должно быть теплым. И вообще при работе с тестом нужно быть расслабленным. Делать тесто нужно не в стрессовом состоянии, и тогда у вас все прекрасно получится. Ну и начинаю подсыпать муку, которую я ранее отложил в сторону. Не всю сразу. Ну вот, теперь я могу начать уже вымешивать тесто на рабочей поверхности. Я пользуюсь весами и поэтому я особо не заморачиваюсь с добавлением муки. Я взял ровно 610 грамм. Я знаю, что этих 610 грамм мне хватит. Мне не нужно больше припылять тесто. Ну вот, как вы видите, все 610 грамм ровно у меня ушли в это тесто. Теперь я тесто вымешиваю до так называемых сухих рук. Но это для тех, кто не будет пользоваться весами. То есть видите, что тесто у меня не прилипает. Вымешивать тесто я буду 5 минут. Тесто у меня готово. Я смазываю чашку растительным маслом. Помещаю тесто в чашку. Накрываю пищевой пленкой. И отправляю в теплое место. На данный момент это у меня батарея. Так как сейчас еще ранняя весна, прохладно. Но батарея работает. Делаю маленькие дырочки, чтобы тесто дышало. И отправляю его подниматься примерно на 1 час. Если вы делаете в другое время года. И у вас батарея уже выключена. Вы можете прекрасно набрать в другую чашку теплой воды. Поставить туда миску с тестом. И она также прекрасно подойдет. Или слегка прогретую духовку. Да, чуть не забыл. С тестом вы можете поставить также 75 грамм сливочного масла. Оно должно быть мягким. Чтобы мы его потом могли по раскатанному тесту спокойно распределить. Ну вот, друзья, прошел 1 час. Теперь я тесто немного обомну. Буквально 2 минутки. Больше не нужно. Ну все, этого будет достаточно. И дам буквально еще 10 минут настояться. Пока тесто настаивается, я подготовлю посыпку. Берем 120 грамм коричневого сахара. Если у вас как такового не имеется, возьмите обыкновенный сахар. И добавьте 3 чайных ложки корицы. Это примерно 15 грамм. Тщательно перемешайте. Посыпка готова. 10 минут прошли. И я начинаю раскатывать тесто. Примерно по размеру 40 на 50. Ну это как наш обыкновенный нормальный стандартный противень от духовки. То есть чуть больше, чем у меня вот эта силиконовая форма. Всегда начинаем раскатывать от середины. Так проще. Все, этого будет достаточно. Ну и добавляю сливочное масло, которое у меня уже мягкое. И распределяю его по всей поверхности теста. Да, совсем забыл. Главное, чтобы вовремя вспомнил. Примерно 2 сантиметра. Тесто с этого края оставьте не промазанным маслом. Так, ну и посыпаю нашим сахаром все тесто. Ну и помогу себе при помощи кисточки распределить равномерно. Сахар мы весь не используем. Он нам еще понадобится, чтобы присыпать наши зенабоны сверху. Ну и заворачиваем тесто в рулет. Так, ну вот это место, где шов, я его скрепляю. Вот такими вот щипковыми, назовем их так, действиями. Так, переворачиваю наш шов. И разделяю тесто на порции. Вы можете это сделать как при помощи нити. Не важно, какая она зубная или обыкновенная. Работают оба варианта. Вот таким образом. Пополам. Но мне проще, лично мне проще делать это ножом. Еще раз пополам. И на три равные части. Ножом давить на тесто не нужно. Вы делаете просто, как будто вы пилите. Она спокойно режется. Всего в общей сложности у нас получится 12 синагонов. И выкладываем их на противень. Так, готовые синагоны, с одной стороны, я обволакиваю в муке. Ну вот, буквально таким образом. Это делается для того, чтобы во время выпекания сахар все равно будет подтаивать и растекаться по всей поверхности. Таким образом мы это частично предотвратим. Также это можно сделать без муки, а при помощи кукурузного крахмала. Работает точно так же. Так, ну булочки немного приплюсну, буквально чуть-чуть. По желанию, во время того, как вы тесто раскатали и распределили весь сахар, то вы можете добавить в этот момент орехи, если вы хотите мелко порубленные, изюм или другие фрукты. Ну это на ваше личное усмотрение. Так, ну и посыпаю оставшимся сахаром булочки. Так, готовые булочки накрываем пленкой и отправляем на 40 минут опять к батарее. Но я вместо пленки, у меня есть просто большой мешок полиэтиленовый. Поэтому я сделаю это очень просто в мешок и готово. И все пламяется на 40 минут. Так, ну 40 минут прошли, булочки готовы. Значит, смотрите, если у вас получилось вот что-то в этом плане, если вы переживаете, что у вас булочки развернутся, возьмите этот хвостик и подожмите его под низ. Вот и все. Отправляю в духовку, предварительно разогретую, на 180 градусов на 20 минут. Затем я духовку переключу еще на 5 минут и буду допекать синабоны при температуре 200 градусов. Пока булочки выпекаются, я делаю глазурь. Нашу сметану, которую мы подвешивали, отправляю в чашку. Добавляю 100 грамм сахарной пудры, 1 пакетик ванильного сахара, это 8 грамм, и 50 грамм растопленного сливочного масла. И все тщательно перемешиваю. Ну и временно убираем в холодильник. Вот, синабоны готовы. Дам им буквально 5 минут остынуть и затем покрою глазурью. Булочки подостыли. Ну вот, вот так вот они выглядят с обратной стороны. Они прекрасно пропекаются. И что еще я заметил? Так как я их готовлю уже во второй раз, в первый раз, когда я сформированные булочки распределил по противню, я их не придавливал. И они у меня были более плоские и более широкие. Но это так. Чтоб вы знали, что вас ожидает. Значит, что, приступим к глазури. Глазурь делю пополам. Еще раз пополам. Вот 4 части. Так просто проще считать, что я знаю, что вот этого количества мне хватит на 3 синабона. Да, как вы заметили, что я вместо стандартного, что многие блогеры берут сливочного сыра, взял сметану. Сливочный сыр в Германии, он весь соленый, кроме маскарпоне. Маскарпоне я добавлять не хотел. И поэтому я сделал со сметаной. Хорошая жирная сметана точно так же будет плавиться. И этого будет достаточно, чтобы глазурь распределилась равномерно. Ну вот и все. Синабоны готовы. Вы можете меня, конечно, в комментариях спросить, как их хранить. Потому что такое количество за один раз не съесть. Ну, по крайней мере, в моей семье. Что делаю я? Я их просто вот так вот, вот таким образом заворачиваю после того, как они остыли, в пищевую пленку. И затем, если мне захочется булочки, достаю буквально коротенько в микроволновую печь. И они прекрасные, мягкие, как будто только что приготовленные. Да, и некоторые подписчики просят меня показать консистенцию, что я сейчас и сделаю. Ну вот, вот такая вот консистенция булочки. В принципе, я вообще давление никакого не делаю. Но она и так видно, что булочки очень мягкие. Ну вот, друзья, мы с вами испекли вместе с синабоны. Что хотелось бы еще добавить от себя? Если, мало ли, вы будете тесто готовить на свежих дрожжах, то количество нужно взять примерно 21-25 грамм. Это в три раза больше, чем сухие. И, разумеется, развести их нужно будет в небольшом количестве теплой воды с добавлением сахара. И с добавлением, ну, буквально одной-двух ложек муки. И дать буквально 15 минут в теплом месте постоять. А затем делать тесто. Если вам понравилось это видео, делитесь им с вашими друзьями. Оставляйте обязательно ваши комментарии. А я желаю вам всего самого доброго и до новых видео!